Весточка из прошлого для современных детей. В одной из уфимских школ состоялся концерт, посвященный 70-й годовщине Победы Великой Отечественной Войны. Фронтовые песни для учеников исполнили артисты Башкирской государственной филармонии. Также в программе были и танцы, и подвижные игры. Подробности далее. Эти песни знают наизусть все бабушки и дедушки. Но сегодня артисты филармонии выступили с фронтовым концертом перед школьниками. Причем сзади находились ученики младших классов. Второквастницу Самиру впечатлили фронтовые песни до глубины души. Ведь ее братик прошел Великую Отечественную Войну до самого Сталинграда. Он был артиллеристом-пулеметчиком. Девочка рассказывает, сейчас ее прадедушке уже 92. О войне ему напоминают оставшиеся раны и дневник, что вел он в те годы. Самира с нетерпением ждет, когда в школе начнутся уроки истории. А пока девочка разучивает песни о войне и о своем прадедушке-герое. Моего прадедушка зовут Хабиров Абдухарид Заминович. Я очень горжусь. Прадедушка, прадедушка, он всю войну прошел. От Волги до самого Берлина. Моя дедушка, прадедушка, он защищал страну. Он здесь защищал жену своего сына. Тема от них далеко ведь не ушла. Есть дедушки, бабушки. Хорошо, что пока они еще у нас есть. И поэтому мы приглашаем на классные часы ветеранов. Поэтому ребята знают, о чем данный концерт. Теплые отзывы и аплодисменты. Самая большая награда для артистов. Дебютный концерт, в котором приняли участие не только певцы-солисты филармонии, но и танцоры, и музыканты прошел на ура. Такие концерты нужны, чтобы напоминать о героях Советского Союза. И вообще о всех тех, кто погиб на этой войне и защитил нашу землю. Такие программы планируются во многих городах и районах республики. Продлятся они до 9 мая, когда в стране будет отмечаться 70-е годовщина победы в Великой Отечественной войне. Ангелина Машкина, Равшан Артыков и Артур Елаев. Башкирская спутниковая телевидение.